60-метровая дымоотводящая труба на улице Вокзальной скоро канет в лету и останется лишь на кадрах хроники. Необходимость в ней также в котельной, частью которой она является, отпала еще в прошлом году, поскольку на Магнитогорском молочном комбинате, где она находится, была построена новая современная котельная. И сейчас бригада рабочих уже приступила к демонтажу старого объекта. Эта старая котельная с 1984 года снабжала отоплением, горячей водой и паром новую производственную площадку Магнитогорского молочного комбината и расположенный рядом микрорайон. Однако сейчас необходимость в ней отпала, ведь в прошлом году была возведена новая, более компактная котельная с самым современным оборудованием, где все продумано до мелочей. Она отвечает самым высоким стандартам и, несмотря на высокую энергоэффективность, не требует высоких дымоотводящих труб. На строительство молочный комбинат направил 110 миллионов рублей. Новая котельная у нас построена с соблюдением всех самых современных норм, правил, требований техники безопасности. В нем использовано только самое современное оборудование ведущих мировых брендов, такая как компания Бош, всем известная. Поэтому оборудование полностью безопасное, современное, экологичное, самое главное экономичное. Поэтому новая котельная прежде всего экономит потребление газа, электричества, воды, но самое главное это снижение выбросов в окружающую среду. Это для нас является первоочередной задачей. Для определения подрядчика по демонтажу дымоотводящей трубы был проведен тендер среди более чем 10 организаций. Его выиграла компания НУР. Она имеет огромный опыт подобных работ, в том числе на ММК. Например, ее специалисты помогали демонтировать старый мартеновский цех. Сейчас в самой трубе сделан технологический проем для того, чтобы бой кирпича высыпался наружу. Все инструменты и кабели затянуты наверх. Работа кипит. Демонтаж дымовой трубы будет вестись сверху вниз электрическими отбойными молотками до отметки плюс 10. После этого загоняем гидромолот, после этого уже с помощью гидромолота все это демонтируем. Все подготовительные работы на данный момент выполнены, территория ограждена. Демонтажем трубы будет заниматься опытная бригада из пяти человек. По плану уже через два месяца от старой котельной не останется и следа. Вместе с этим преобразится и внешний облик улицы Вокзальной. Павел Зайцев, Павел Берсенев, Алексей Витчинкин, телекомпания ТВИН.